Здравствуйте дорогие друзья, с вами Голос Новороссий, программа на самом деле, я Сергей Веселовский, а мой гость Равит Гор из города Петахтыква представляет антинацистское движение, которое существует в Израиле. Равит, рад вас видеть, здравствуйте. Здравствуйте, я тоже рад вас видеть. Мы с вами какое-то время уже общаемся посредством интернета, знаю, что не просто так все начиналось и вы в принципе занимаетесь таким просветительством в отношении того, что происходит сегодня на территории Украины по поводу неонацизма, который поднял голову. Равит, скажите пожалуйста, а вот с чего началось, почему и как вы обратили вообще внимание на то, что происходит на Украине, вот в Киеве и на Донбассе, когда вас заинтересовало и как это вот все пошло там? Я следил за событиями на Украине с самого начала, примерно, ну может не с самого начала, не с октября, а где-то с ноября, когда действия на Майдане стали более насильственными. И уже тогда я заметил здесь неадекватное представление реальности здешней прессы и многими выходцами с Украины, которые преподавали это совсем по-другому, чем это видел я. И начал я с обычной деятельности в соцсетях, споры, диалоги, попытки переубедить. А со временем это переросло в более активные действия, начало с того, что я подожжал Бухгалтера, утверждал на телевидении, что он участвует в боевых действиях на Майдане, создал свою еврейскую сотню. Вот это было мое первое действие, когда я подал заявление на него в полицию, потому что такие действия в Израиле, они уголовно наказуемы. И с этого началось на активные деятельности. Вот где-то с февраля я более-менее активный, не просто диалоги в сети и с фор. Вот занимаюсь этим с февраля. Скажите, пожалуйста, вот как пришла идея организовать фотовыставку в Израиле, посвященную Украине, посвященную войне на Донбассу? Откуда вы черпали информацию и когда эта фотовыставка состоится? Ну, во-первых, мы активно следим за тем, что делают наши единомышленники в разных странах дальнего и ближнего зарубежья. И вот я увидел, что такие фотовыставки проводились прибалтийскими коллегами. Например, в Риге прошла недавно. Вот оттуда я и подчеркнул эту идею. С ними, с организаторами этой выставки из Писасова. Извините, не смогу сейчас повторить это, это очень сложное имя. Алло. Да, как пришел. Через них я получил большую часть фотографий. Плюс, благодаря публичности, люди, живущие в Луганске, в Донецке, прислали еще свои фотографии, которые лично они сделали. Я их распечатал. Уже почти все готово к выставке, митингу, который состоится после автора в центре Тель-Авива, на набережной, рядом с морем, там, где проходят каждый час тысячи людей. Ну, цель выставки, я так понимаю, просто проинформировать, ознакомить соотечественников с тем, что на самом деле происходит сейчас на Донбассе? Да, именно так. Дело в том, что израильтянин средний, он не имеет ни малейшего представления о том, что происходит сейчас на Украине. Когда я печатал фотографии, то работники типографии, увидев эти фотографии, были шокированы. Они начали меня расспрашивать, и первый вопрос был, это что, это вот там, где война идет между Россией и Украиной? Я такой говорю, нет никакой войны между Россией и Украиной, это гражданская война, внутреннее дело. Когда армия Украина убивает своих граждан, у которых тот же паспорт, которые живут в той же стране, для людей это было новостью. Надо еще объяснить такую ситуацию, что у нас своя война, вот она как бы сейчас немножко на медленном огне, но последние два с половиной месяца мы не делали никаких акций, потому что у нас у самих была сложная ситуация, ракеты падали, недавно цыпало осколками, поэтому было немножко не до публичных акций, потому что люди тут немножко страдали от обстрелов Хамаса. А как только это немножко утихло, то мы решили сделать акцию. То есть сейчас мы уверены, что мы проведем три часа на набережной, нам не придется бежать в бомбоубежище, бросая все на улицу. И как только мы стали уверены, мы решили это сделать. Ну, я помню, вы говорили, что вы с кем-то совместно хотели провести, сейчас отказались от этой идеи, самостоятельно организуете. Ну, была одна такая демонстрация перед Украинским консульством, это еще был доступ идти в Одессе, в которой я участвовал как один из помощников организаторов. Большую часть на себя взяли ребята из израильской чеки с сути времени, но с тех пор мы с ними больше. Ну, там, да, там своеобразные какие-то произошли в Москве, в этой сути времени реорганизации, которые многим непонятны, что стало делать руководство этой организации, ну, бог с ними. Скажите, пожалуйста, вот о ситуации на Украине весной, когда сожгли людей в Одессе, в Израиле как-то комментировали, СМИ об этом подавали или вообще ничего израильтяне не знали? В СМИ и западную прессу, и украинскую прессу. Российская точка зрения здесь практически не освещается. Да, это событие было освещено, были... Я встречал версии, что здесь писали, что самоподжог произошел. Понятное дело, что мы все знаем, что это неправда, и есть другие свидетельства. Но, скажем так, здесь большая часть владельцев СМИ, они имеют свой капитал или гражданство США. Это большая проблема. То есть СМИ, в общем-то, ведут проамериканскую информационную политику на территории Израиля? Во многости, в большой степени, да. Есть несколько небольших порталов, которые не могут соперничать со мной массой. Есть такой украинский... Вернее, наш израильский гражданин, который живет в Киеве, Эдвард Докс. Оценку событий в Киеве и на Украине, после того, как я лично слышу, как 27 февраля, он в прямом эфире, в 3 часа дня, это самое такое время, начал говорить прямым текстом, что к власти, что перебород делают в Киеве неонацисты, его оборвали в прямом эфире, и с тех пор его выпнули вообще с радио. И он сейчас собирается с ним судиться, потому что вот с февраля месяца с ним разорвали всякое... Потому что он сказал правду в прямом эфире. Равид, вот у меня вопрос, люди спрашивают, говорят, что случилось все-таки в позиции израильского руководства, а они в этом арабо-израильском конфликте отказались от посредничества США впервые за многие годы и обратились к Египту. Вот все-таки какое-то понимание начинает приходить, что там, где США, там кровь, жертвы и бессмысленный хаос, который насаждается искусственно, или еще нет? Есть понимание того, что пути США, в основном правительство Обамы, и наши интересы расходятся дальше и дальше. Наш министр иностранных дел пару месяцев назад в публичном выступлении перед студентами колледжа в Нитании заявил, что нам стоит сближаться со всей Китаем. Это заявление, чего тогда значит, когда это министр иностранных дел публично заявляет. И тут все прекрасно понимают, что, ну, американцы некомпетентны в здешних вопросах. То же самое, они некомпетентны в том, что происходит на Украине и в том, что здесь. Получается так, что те советники, которые дают советы администрации президента, они реально не знают ни то, что происходит на Движнем Востоке, ни то, что происходит в Украине. И вот на этих некомпетентных советах строится политика, внешняя политика США. И вот это очевидно, когда ты здесь находишься и когда ты слушаешь требования, допустим, Хиллари Клинтон или других высоких чинов американских о том, что мы должны пойти на то, на то, на то. То просто возникает такое удивление. Они вообще понимают, о чем они говорят? Равид, вот интересно мнение израильтянина. Знаете, на какой момент? События в Ливии. Вчера посмотрел еще раз для себя большой очень сюжет, почти документальный фильм о событиях в Ливии, произошедших не так давно, когда был уничтожен Мааммар Каддафи. А перед этим были события в Ираке, когда был, господи, уже видите, как и забыл фамилию этого, Саддам Хусейн, лидером, президентом Ирака. Вот и там, и там американцы несли демократию, народовластие, общечеловеческие ценности. Ну, с этим, во всяком случае, они шли к миру, объясняли свои действия. И там, и там в итоге получили войну племен, фактически превращение этих людей, живших в нормальных государствах, превращение их в дикарские банды, какие-то жуткие племена индейцев в местных странах Магриба. И вот, как вот израильское население воспринимает политику США на севере Африки, вот то, что происходит? Есть ли понимание у израильтян, что не все так однозначно, что Америка совсем не демократию несет на крыльях своих бомбардировщиков? Это очень зависит от того, с кем вы говорите, и насколько человек образован. Вот, например, когда происходили события в Ливии, я работал в муниципалитете города Иерусалим, и там очень много израильских арабов работает, которые живут в Восточном Иерусалиме. Вот они, например, отзывались о Каддафе очень плохо, они всем сердцем поддерживали то, что там происходит в Ливии, потому что было лично очень странно. Те образованные люди, которые немножко разбираются в геополитике, которых мало, те, конечно, понимают всю ерунду, которую США делают, то есть они не могут этого одобрять. Есть люди, которые не имеют собственного мнения, чьи мнения формируются исключительно телевидными новостями, мнение этих людей абсолютно понятно. То есть, как бы, что скажут в мейнстриме западной прессы, то они и цитируют. Ну, а большая масса вообще неинтересна у нас своих проблем. То есть, свои проблемы, а то, что там где-то за границей происходит, это не суть, не важно. Вот, смотрите, украинский народ-то, в принципе, как и ливийцы, как и иракцы, как эти вот арабы, поднимался на борьбу с диктаторским режимом Кровавого Януковича, который разрешил милиционерам палками один раз побить непонятных студентов на площади. Причем, там инспирировано все, по-моему, было очень однозначно. Вот, и Януковича свергали под аплодисменты всего Запада, который вот и Маккейн был на Майдане, и другие представители, и польские руководители там все были. Так вот, Януковича свергали под аплодисменты Запада за демократию и против тирании. Вот, и когда демократия победила и начала эта демократия уничтожать свое же население в Одессе, в Мариуполе, в Донецке, в Луганске, все западные демократы как будто воды в рот набрали, замолчали и совершенно не замечают, в принципе, не замечают геноцида, который у нас идет. Вот, как Вы полагаете, вот, насколько долго это может длиться, вот, такое отношение к тому, что происходит? Или это может действительно быть бесконечно, все зависит от информационной политики и интересов тех же американцев? Опять же, те люди, которые немножко разбираются в геополитике и читают аналитические статьи, те люди немножко понимают реальное положение дела, основная масса, вот, просто в любых разговорах, даже когда ты прилагаешь там неоспоримые аргументы, они просто цитируют те слова, которые повторяет наша пресса, которые просто берет с Washington Post, New York Times или Санкт-Британская, просто вот, одно в одно те же самые выражения, просто переведенные на другой язык. Что касается Украины, что касается других политических событий, понятное дело, что те наши русскоязычные израильтяне, кто сюда не из Украины и не пострадал там от вот этих мозговых вирусов, которыми заражены большинство украинцев, те с самого начала видели, куда все катится, моих друзей, я лично написал еще в 26 февраля статью, которую получил очень большое распространение в сети, на эту тему предсказал, что будет скатаня, но в основном это понимают русскоязычные правитики, и то не все. Местное поселение просто ничего не видело. Равид, вот заканчивая эфир уже, у меня идет уже очередной звонок, я вижу, я бы, знаете, о чем вас хотел попросить? Если будет возможность, вот эту фотовыставку, вы сможете сделать небольшой видеосюжет, возможно, даже с комментариями прохожих, чтобы мы потом могли этот видеосюжет поставить у себя, ну пусть зрители всего мира просто увидят эту выставку и увидят отношение израильтян к событиям у нас на Донбассе, к тому, что у нас действительно на самом деле происходит. Да, конечно, мы собираемся пригласить профессионального оператора, может быть, если у нас не хватит на это денег, то лично я этим займусь, и мы конечно же предоставим вам в первую очередь. Спасибо вам огромное, удачи в проведении вашего мероприятия, которое состоится, насколько я понял, послезавтра, да? Да, послезавтра в 10. Ну вот мы тех людей, кто нас смотрит, граждан Израиля, живущих неподалеку, приглашаем поучаствовать в этом мероприятии, поддержать, в принципе, поддержать жителей Донбасса, вот этой фотовыставкой, чтобы люди как можно больше узнали, что же на самом деле творится на территории бывшего государства Украина, которое сама же украинская власть и своими руками и уничтожила. Спасибо вам огромное, Равид, за участие в программе, увидимся однозначно, и после фотовыставки проведем с вами небольшой эфир, и вставим туда, дай бог, то видео, которое вы подготовите. Спасибо. Спасибо вам тоже, до связи. До связи. С нами по скайпу из Петахтиквы был антифашист, молодой антинацист, человек, который понимает, что с нацизмом шутки плохи, Равид Гор. Ну вот побольше бы таких ребят по всему миру, глядишь, и не удалось бы зомбировать население планеты Земля и не толкать его в братоубийственную мировую войну. А воевать, по большому счету, никому не хочется, потому что хочется жить, расти детей, встроить свой мир так, как оно нужно. А мы увидимся совсем скоро. Пока.